Всем привет! В этом видео я хочу показать вам, как я сделаю макияж глаз с помощью новой палетки от Urban Decay Naked Heat. Наверняка вы уже могли где-нибудь в инстаграме видеть, особенно в американском. Уже есть очень много разных видео макияжей с этой палеткой и я туда же, конечно же. Очень модные кирпичные ржаво-красно-оранжевые оттенки, которые у меня уже есть, а вот, это я проматывая сейчас говорила, а вот шиммерных оттенков у меня в коллекции кстати очень мало, именно поэтому я все-таки решила, что я палетку куплю. В палетке конечно же имеется кисточка, она очень качественная, она синтетическая, двухсторонняя, эта часть она более плоская, это часть круглый бочоночек. Кисть хорошая, как по мне, но не идеальная. Я ее себе тут положу в стаканчик и я думаю, что я буду ею пользоваться. Мне больше нравится вот эта сторона, потому что она подойдет тем, у кого нависшее веко по форме. Она мне напоминает кисточку Зоива, почти что. Зоива более пушистая, это 231, а это она даже еще тоньше, то есть ею можно вообще вот самый-самый-самый уголочек затемнить. А вот эта сторона, она и для набивки теней подойдет, и если ее развернуть вертикально, ею еще и можно попробовать растушевать тени, но она очень плотно набитая, поэтому я бы ее скорее использовала больше для набивки теней. А высветление зоны под бровью и как-нибудь может быть растушевать, но я бы не рассматривала эту кисть как тушевочную и эту тоже. Только если вам нужен очень узкий рисунок, тогда да. Ну, в общем, 7 на 8 неплохо, то есть я ее буду пользоваться, для чего-то она точно пригодится, но полный макияж, вот так как я привыкла делать, я бы ею не делала. Сейчас на веках нет абсолютно ничего, мне 100% нужна будет база, поэтому мы начнем с базы для век, и база для век у меня будет это Art Deco, единственная база, которая у меня есть. В принципе, мне больше никаких других и не надо. Хорошая база, она, кстати, очень липкая, и на ней даже на жирных веках тени не скатываются. Мне очень часто спрашивают, подойдет ли она для жирных век. Да, она подходит для жирных век, так я не могу найти. И база этой, кстати, нужно совсем чуть-чуть. У нее неприятный запах, я вам, конечно, скажу. Кто-то нормально относится к этому запаху, но, как по мне, лучше бы его здесь вообще никакого не было. Пахнет мужским дезодорантом или каким-то мужским гелем для душа. Она очень рабочая и очень бюджетная. Она у меня уже, кстати, давно, и она у меня не засыхает. Уже сколько я ее использовала, достаточно, и она вообще не подсыхает. И давайте начнем с оттенка, который называется Chaser. Это второй по счету оттенок, начиная с самых светлых. Его я нанесу в складку века. Он вообще практически невидим, но он там есть. И им я усаживаю базу. Я не буду усаживать вот эту часть, потому что я хочу, чтобы она осталась липкой. Мы туда будем наносить темный оттенок. А вот складку века я усажу как раз-таки вот этим светлым оттенком. Если вы не знаете, какими кисточками я крашу глаза, загляните ко мне в Instagram. Я там делала пост о своих самых любимых кисточках для макияжа глаз. И я подробно там расписала, какую, для чего я использую. Давайте я возьму вот этот темный оттенок Cayenne. И его тоже начну наносить в складку века. Я возьму Inglot 6SS. Буду совсем... Ух, потихонечку. Ох, это очень пигментировано. И буду потихонечку наносить в складку, создавая дымку. И, кстати, я сравнивала эти тени. Я делала свочи этой палетки и теней из других палеток. Например, тени Water Spice от Inglot. Они более сухие и более жесткие. Вот эти тушуются лучше. Так, дальше я беру другую кисточку, 217 от MAC. И я беру оттенок, называется En Fuego. Это вот этот оттенок. Ух, 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 красота. Очень приятно с ними работать. Легче, чем с Inglot. Да, вот этот булечковый оттенок мне очень нравится. И тушуется хорошо, и насыщенность у него потрясающая. Кстати, да, я вас хотела пригласить к себе в Instagram, если у кого-то еще есть аккаунт, но вы на меня не подписаны. Я просто, ну, я так понимаю, что очень скоро активность моя на какое-то время на YouTube, она немножечко у меня спадет по очень понятным обстоятельствам. Но в Instagram я вот сейчас стараюсь очень регулярно писать о косметике, которая у меня есть. Поэтому я так себе приказала не быть ленивой и вести свой Instagram, как это делают вообще нормальные блогеры. И я пишу там о всяких продуктах. Поэтому, если вам интересно разнообразить свою ленту косметическими продуктами и отзывами на них, тогда подписывайтесь. Давайте возьмем следующий самый-самый темный оттенок из матовых. Называется он Ashes. Как-то так. Вот он не пылит. Из всех вот он вообще не пылит. Так, я еще раз вернусь к оттенку Cayenne и сверху пройдусь, чтобы возобновить этот оранжевый оттеночек. Потому что при растушевке он у нас чуть-чуть поблек. А он нам, в принципе, нужен. И этот же оттенок, самый темный Ashes, я нанесу на все подвижное веко. Субтитры делал DimaTorzok Осипается чуть-чуть. Дальше я возьму плоскую кисточку, сбрызну ее спреем для макияжа. И буду набирать шиммерный оттенок L'Ombre, я не знаю, это вот этот красивый сияющий золотой оттенок. И буду его наносить на серединку подвижного века, ну и, наверное, немножечко по бокам. По-моему, я его затерла, потому что я уже пробовала набирать этот оттенок влажным способом. Я сошкрябала затертый слой, но чуть лучше. Почему-то казалось, что этот оттенок L'Ombre, он будет более сияющий. Ну так, в принципе, тоже ничего. Почему-то я немножко по-другому себе представляла. Точнее, как представляла. Я вообще, на самом-то деле, попробовала наносить этот оттенок на матовый Ashes, чтобы он был как подложка, чтобы этот золотой ещё лучше смотрелся. Но как-то он почему-то наносится вообще не очень. Красиво так. Что-то у меня с первым глазом не то. Ну вот как-то так мне хочется, наверное, да. На нижнее веко наношу оттенок Saust. Он, кстати, очень пылит. Дальше возьму оттенок Cayenne. И дальше Ashes. Мне кажется, что я на цыганку похожа сейчас. Дальше давайте чёрным карандашом. Это у меня карандаш Inglot Core Pencil 01. Подведу слизистую верхнюю и нижнюю. Дальше немного подводкой от Bourjois подведу ресничный край. Мы туда наклеим ресницы. Я не знаю почему, но я правый глаз рисую правой рукой, левый глаз левой рукой. Кто-то замечает из девочек, а кто-то нет. Но я не могу просто правой рукой вот это вот. Вот это. Когда вот это уже здесь. Вот она выросла с этой стороны, в принципе, да. Bluminous Lush Paradise. Можно, кстати, и не приклеивать реснички. Можно так и оставить. Но вы уже смотрите, как вам нравится. А я всё-таки приклею. Я вам покажу кое-какие реснички. Я их заказала на AliExpress. Я вам оставлю ссылочку. И я их даже уже обрезала. И хочу вам показать, сколько я обрезаю. Потому что ресницы очень пушистые и очень длинные. Вот столько я обрезаю. То есть три больших таких пучка. Самых таких жирненьких. Я их обрезала. И вот это сейчас буду приклеивать. Ресницы, кстати, на AliExpress они бюджетные. Я как бы не собираюсь заказывать ресницы. Там какой-то Huda Beauty, Velour Lushes и так далее. Там по 20-30 долларов из Америки. Это пластмасса. Вот это вот. 20-30 долларов. Вы шутите? И у меня Duo в чёрном оттенке. Непрозрачный. И, кстати, когда вы вот так вот обрезаете много. И Lush Band, вот эта вот штучка, на которой держатся все реснички. Она вообще не тяжёлая. И она не стягивает вам глаз с двух сторон. Она просто у вас вот буквально вот здесь находится. А вот эти области, они свободны. И вообще не стягивает глаз. И я вообще практически не чувствую её сейчас. Именно поэтому американки могут ходить с ними целый день, потому что они их правильно обрезают. Давайте сделаем губы. Я купила себе помаду в нюдовом оттенке. И это мой фаворит. Я добавлю румян. Это у меня румяна MAC в оттенке Melba. Очень популярный оттенок на американском YouTube был когда-то. В завершение нашего макияжа я возьму хайлайтер Soft & Gentle от MAC. Нанесу буквально немножечко под бровь. И в уголок глаза тоже. Ну что ж, на этом всё. Вот такой вот макияж у меня получился с палеткой Naked Heat от Urban Decay. Я в принципе довольна тем, что я получила. Единственное, что мне не нравится, как влажным способом ложился оттенок Lambre. И он затёрся. Вы видите, что мне придётся его снова отшкрябать. Я это сделаю очень осторожно скотчем. Если вам интересно ещё посмотреть какие-то макияжи с этой палеткой. Возможно, более носибельные и дневные. Я понимаю, что я всегда делаю всё очень такое яркое. Но для чего я собрала YouTube канал? Хоть где-то я могу так накраситься. Вот. Если вы хотите что-то более носибельное, яркое. Или, может быть, просто ещё какой-нибудь макияж с этой палеткой. Я с удовольствием что-нибудь ещё сниму. Почему нет? Нужно отбивать деньги, так сказать. На самом деле, вы знаете, мне больше нравятся пластмассовые упаковки. Они чувствуются такие более качественные. Конечно, вот у меня лежит палетка от Tarte. Тоже они две такие тяжёленькие. Они обе красивые. Да, сейчас видно, что у нас в моде, какие оттенки. Вот. Но всё-таки пластмасса, знаете, есть пластмасса. И здесь хорошая очень упаковка. Мне очень нравится. Дайте знать, что вы думаете по поводу этой палетки. Нравятся ли вам в ней оттенки или нет. Ну, а вам спасибо большое за просмотр, за вашу активность. И мы увидимся с вами в моём следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok В Instagram я ещё буду писать об ней. Мне тут написали, Настя, вы когда красите ресницы? Нижняя. Вы такая уродливая, сразу становитесь. Зачем вы это делаете? Не знаю.